Добрый день, уважаемые инвесторы! Сегодняшнее парное катание отечественного Минфина получит по своим итогам высший балл. Так, сперва взглянем на аукционы, предстоящие по размещению ФАЗ. Сегодня вновь Минфин вышел на такую лыжню и предложит не один выпуск, а сразу два выпуска ФАЗ. Обычно так себя ведет Минфин, когда он видит, что этому способствует рыночная конъюнктура, появляется большая уверенность у Министерства. Собственно, дополнительный пятилетний выпуск, тем и аргументируется, что при анализе рыночной конъюнктуры было решено провести размещение сразу двух выпусков. Так, сегодня будут предложены десятилетние бумаги серии 262.09 на 30 миллиардов рублей и дополнительный выпуск пятилетних бандов серии 250.80 на 19,99 миллиарда рублей. Ориентир по доходности более длинного выпуска составляет 6,88-6,93% годовых, более короткого 6,48-6,53% годовых. Соответственно, если смотреть на прошлую неделю, мы видим, что предложение Минфина инвесторы посчитали не очень щедрым, премия отсутствовала, соответственно, и спрос из-за этого был не такой большой, что не позволило выполнить Минфину свои планы. Но вот сегодняшняя картина принципиально отличается от картины прошлой недели. Вот, например, у ФЗ серии 250.80, то есть пятилетние бумаги, закрыли вчерашний день с доходностью 6,50% годовых, в результате чего мы получаем премию по верхней границе в 3 басенных пункта. А вот у ФЗ серии 262.09, это настоящий, конечно, подарок, потому что доходность на конец вторника составила 6,84% годовых, то есть премия в 4 басенных пункта присутствует уже по нижней границе, а по верхней она вообще составляет 9 басенных пунктов. Привлекательно, не правда ли? Вот внешний фон для размещения сейчас более-менее благоприятный, также относительно высока толерантность инвесторов к риску. Вчера мы видели хорошую динамику, например, по бандам стран PX, новые победы случились на греческом долговом поле, и на итальянском, и на испанском. Как раз вот тоже они присоединились к общему такому долговому позитиву. То есть такие вот премиерные выпуски, наделенные идеей скорой, уже стучащиеся в двери идеи либерализации, соответственно, скорее всего, сегодня развесятся как горячие пирожки. Учитывая любовь инвесторов к ФЗ в последнее время, соответственно, такую реакцию было бы наиболее логично ожидать. Если бы премии, конечно, не было, то это другой разговор, но в присутствии премии должен возникнуть логичный рыночный интерес. Раз уж идея либерализации участникам торгов интересна, то другой реакции, конечно, ожидать было бы нелогично. Может быть, конечно. Ну, сегодняшний день, в общем, расставили все точки над «и», но вот наше мнение такое, что вполне такой сложился и внешний фон неплохой, и предложение щедрое, так что эффект синергии позитивный здесь, скорее всего, возник. Банк России, как мы видим, также активизировался. В последние дни нарастил объемы по однодневному прямому репо. Лимит вчера был повышен до 400 миллиардов рублей, а в понедельном вчера был установлен более чем на внушительном уровне 1 триллион и 590 миллиардов рублей. То есть, часть ликвидности этой вполне может прийти и в госбумаге сегодня. Однако, как мы видим, это уже вторая тема нашего сегодняшнего разговора. В принципе, Банк России, его слова вчерашние, речи говорят о том, что проявляет излишнюю щедрость, раздавая средства направо и налево, пока регулятор не собирается. Здесь было сказано о том, что прогноз был дан в следующем квартале. Соответственно, Центробанк озвучил то, что сохранится достаточно большой объем дефицита средств у банков на протяжении квартала, потому что банки сформировали задолженность довольно-таки солидную, которая перетечет через новогодний экватор. И, соответственно, мы видим, что все-таки, давая такие оценки, Банк России все-таки является определенным здесь маркетмейкером и немалым маркетмейкером, поэтому, скорее всего, как раз подарков ждать от ЦБРФ не стоит. Также крайне интересная была озвучена такая новость, что Банк России обратился в Минфин на официальном уровне, сказав о том, что требуется установить лимит по остатку, соответственно, средств, остатку средств на счетах бюджета. Это означает то, что если будет привычен данный лимит, соответственно, эти средства будут направляться банкам, то есть, ну, не банкам, а на открытом рынке будут размещаться. Ну, это подразумевает то, что будут они втекать в банки. И сейчас, если у второй половины года активизируется данный фактор, то вот, если данный порядок будет принят, то, соответственно, банки будут получать поддержку на протяжении всего года, а не только в конце года. Это было бы логично, поскольку это бы позволило сгладить, скажем, колебания банковской ликвидности и поддержать рынки тогда, когда им это необходимо. Допустим, они в конце года. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok